Как быстро летит время! Вот уже и отыграли 30 туров в Премьер-лиге. На носу 31-й. Московская «Динамо», которая тренируется на своей базе в Новогорске, готовится к предстоящему матчу с Краснодарской Кубанью, несмотря на холод. Мы играем в холодном фриле, и мы будем пытаться играть лучше в холодном фриле, чем в других. Хотел сказать, что и в ноябре, и в декабре, когда я в Германии играл, тоже было холодно. Конечно, не так холодно, как сейчас, но хотел бы сказать, что мы будем играть в равных условиях с командой. Нам будет холодно, им будет холодно. Но хотелось бы, чтобы в этом холоде мы сыграли лучше и победили. Тренируются все, за исключением Дуймовича, Мисимовича и Уилкшера, которые еще не вернулись в Москву из расположения своих сборных. Все трое прибудут в среду вечером. Кроме того, по индивидуальной программе работает Павел Нехайчик. А вот капитан команды Андрей Воронин тренируется вместе со всеми. Он присоединился к общей группе еще во вторник. Правда, участие нападающего в воскресном матче с Кубани по-прежнему под вопросом. Футболист еще не до конца восстановился после травмы. Но есть и хорошие новости для всех болельщиков «Динамо». КДК принял решение не дисквалифицировать нападающего Кевина Курани. Если Курани еще дисквалифицировать, лучше нас всю команду дисквалифицировать. Еще два матча и в Премьер-лиге наступит перерыв. Но уже сейчас игроки не могут не думать и о предстоящем чемпионате Европы. Андрей Воронин, например, даже готов дать совет спорной России, где и лучше всего остановиться на время Евро. В Одессе. Почему? Там все условия. Море. Хорошие клубы, рестораны, бары. Чтобы условия после этого с ними играли. Да, они там очень хорошо подготовятся. А я помогу, подскажу, если что. А как насчет Львово? Матч «Динамо-Кубань» пройдет в это воскресенье. Белоголубые примут своего соперника на стадионе арены «Хинки». Белоголубые примут своего соперника на стадионе «Хинки».